Просто проигрывали на дремхаке. Ну, видимо, они как раз всю ночь занимались тем, что поднимали себе, не знаю, карму, просто лак прокачивали. И в итоге он действительно начинает законтров. Это очень приятно. Надеюсь, что сейчас мы увидим что-нибудь хорошее. Очень надеюсь. Ждем начала игры, пока у нас тут кучер делает минус 5. Просто расстреливает всех АФКшников. Я думаю, что у нас там сейчас СК пошли обниматься. Поднимать свой Team Spirit, там о чем-то договариваться. Как обычно и бывает у шведов. Особенно у Fnatic, они прямо любят очень. Слать в кружочек, прыгать, обниматься. В общем, кричать там Fnatic, е-е-е. Что-то в таком духе. Ну и ждем. Вот я вижу, многие у нас что-то в чате не верят. Пишут, что будет 2.16. В пользу ИСК. Не хотелось бы. Так, ну все. 3 рестарта, последний глоток чая. И мы очень внимательно следим за первым раундом. Что у нас тут будет сейчас интересного? Нет, еще ИСК убивают друг друга. Да, пока еще не готовы. И, кстати, это позволяет нам озвучить составы команд. Ну, я думаю, состав Virtus.pro все знают. Лучше на это надеюсь. Ну, а пока начну с состава команды ИСК Гейминг. Итак, ИСК Гейминг. Это у нас Йохан Классен, он же Фейс. Роберт Дальстрем, он же Робан. Патрик Линберг, всем известный Форест. Маркус Ларсон, он же Дельпан. Или Дельпан, кому как удобнее или угоднее. Который не так давно вернулся обратно в ИСК. И Кристофер Алисон, он же Get Right. Так, у нас, похоже, начинается игра. Да, все, смотрим, лайф. Потом озвучим состав Virtus. ИСК сразу собирается пойти на Б. И там как раз второй человек сейчас подошел. Посмотрим, как удастся ли им встретить. Тут у нас Хаус, тут у нас Лекс. Хаус у нас смотрит под ключом на третьей линии. Смотрит нижнюю горочку, Леша смотрит верхнюю. Причем Леша у нас подписался Алексей К. Прямо как в старые-давние времена. Так, сгиб на нижний, и там уже терроры должны проходить. Да, и сразу они поджимают близ, идут. Да, тут в упор прямо уже подходит кто-то из терроров. Ой, поджимает, поджимает. И где же минус это? Никто не минусует, Хаус промахивается. Хуч, отлично. На него еще так выброгнули удачно. Эвел, 3 в 2. Форест на девятке, и Робан нижний. Минус Робан, и Форест 1 в 3. Смотрим мы за Форестом. Патрик, Патрик, умирай. Хорош, Патрик. Ой, нет, только не минус, Кучер, красавчик. Молодцы. Фуф, 1-0 в пользу Virtus.pro. Я прям перенервничал. На пряк, на пряк. Да, да, да. Нет, молодцы ребята, так все хорошо. Ну и теперь самое время сказать, кто же эти молодцы. Итак, это у нас Дмитрий Богданов, он же Хуч, Алексей Колесников, он же Лекс, Михаил Гаранин, он же Эвел, Алексей Кучерев, он же Хаус и Эмилия Хундов, он же Кучер. И у нас, я вижу, СК делают деглы, не сдаются калашу фейса, то есть сейчас у них полевая закупочка, буду пытаться пройти открытый плент. Сотка плюс зелень. И у них это получается немножечко. Ой-ой-ой, полетели головы наших ребятушечек. Причем у нас тут у многих ESP, видимо, явно не ожидали наших парня, что будет закупка. И тут, скорее всего, уже все, да. Да, уж сразу не дали расслабиться. Наши ребята, СК. Ну тут три ESP, по-моему, было у нас команды, это, конечно, вообще, все очень жестко. И 1-1, недолго мы радовались. Ну пока небольшая пауза, наша прекрасная Елена попросила передать ей привет. Она тоже следит, болеет. Всем привет, передает. Лежечка, выздоравливай. Нет, я понял, что она болеет за ESP, мы все тоже болеем. Естественно, Лена еще болеет еще и за Лекса. Ну, в общем, надеемся, что сейчас все это коллективное боление, оно выльется во что-то хорошее для нашей команды. Так, у нас полный слив. Да, Лена, привет. Полный слив, куча делает минус, 3-4. Террор бывает на Б-плейнт, ну тут все, в общем-то будет, скорее всего. Печально. И счет станет 2-1, польза ESP. Да, забирают, наконец, с Кам. Своя копилочка, еще один раунд. Прямо видно, что из них так и прет уверенность, они готовы тащить. Ну а у нас я вижу АВП у кучера, закупочка Фамасы. Фамасы и еще раз Фамасы. Посмотрим немножко за кучером, за его АВП, благо оно у него очень даже хорошее. Ну и СК тем временем продолжают пытаться давить, его получили в голову на зелени. Сейчас посмотрим, как удастся им встретить. Сейчас очень хорошо врывается у нас на 6-й линии, правда не делает минуса. О, минус, минус, дельпан, ой, молодцы ребята, минус Робан, Форест, все прямо умирали. И что у нас сделано с Фейс 9? Ой, Фейс. О, линеечку как встали ребята неудачно. Ну а тут Леша. Леша подводит итог раунда. 2-2. Так, ну похоже у нас на меня сейчас все-таки борьба, действительно такая, не то чтобы равная, но... Видно, что ВП не готовы прямо так проигрывать. Все у них тоже в порядке. Ну и посмотрим, что будет дальше. Так, у СК опять деглый калаш. Они меня, видимо, хотят просто додавить, наших ребят, морально. Да-да-да, пытаются они. О, наша любимая с тобой подсадочка, когда смотрят 5-й линии. Да-да-да-да. А там, как всегда, никого нет. Ай-я-яй, кто-то на 5-й линии залез, дельпан сейчас попал, по ноге я хочу. Наш 6-й, он был на 6-й огонь. Ну, видишь, прокатило, подсадочка. Конечно, немножко повезло сейчас дельпану, что кто-то прямо выпрыгнул ему на прицел. Ну, хотя бы Хуча не умер. Это уже хорошо. Форус у нас демонстрирует суперпрострелы на... За помойкой, в стену. Не знаю, зачем он это делает. Делал. Просто, видимо, развлекается. Так, это сплит с соткой вверх-вниз. Да, плюс форус на зелени, и тут сейчас будет выход у нас. Смотрим за Лексом. Он, по-моему, на вышке, либо где-то около нее. Ну, же Леша, да, на вышке разменивается. Кучер. Кучер ловит флешку. Эй, отлично. Он сейчас с Фейс играет неплохо под вышкой. О, Гитрайт, что повесил с четверочки. Причем с АВП, с его такого, не самого основного оружия, он сразу же выбрасывает, забирает себе калаш, потому что Гитрайт, он с АВП играет крайне редко. Ну и два в два. Смотрим, Хуч, Хаос. Хуч, шанс, КП. Хаос, есть инфа по обоим террорам. И сейчас, может быть, Хуч ворвется, да! Отлично! Просто Хуч сделал такой тайминг. Я думала, будет сидеть до конца, но он очень вовремя вылез. То есть, пока Тиры отвлекались на второго нашего игрока, Хуч вышел и сделал размен. Причем он был очень красный. В общем, ребята, очень уверенно себя чувствуют. Похоже, что вот как раз таки это то, чего мы все ждали все эти года. Чего-то такого прямо, как в старые добрые времена. Хотя ладно, не будем пока сбегать вперед. Еще у нас ничего не случилось. Может быть, это последний раунд в этой карте за ФП. Сейчас будет стреть на нижнем пара Пете. Ну, там Хаос. Хаос у нас на нижнем, он всегда очень уверен действует. Он там прямо убивает по минус 5. Ну, вот, да, что и происходит. Минус 5! Нет, серьезно, второй день он уже просто там... В каждом раунде, кто к нему идет, он просто всех по ногам убивает. Причем ни одного хэдшота почти. И все равно всех убивает. Видимо, это какая-то магическая для него точка. Ну, а тем и менее, на самом деле, ничего особенного-то не происходит. В ВВП играет за контров. Это вполне нормально, что они сейчас будут забирать большинство раундов. Скорее всего. И радоваться пока очень и очень рано. Искать такая команда, которая может и со счета там 13-2 тащить камбэк и выигрывать карту. О, отличный бомбок падает на нижнем парапете. Инфа есть. 4 в 2 остались. В общем, Гитрай снова с ВП. Промахнулся уже один раз. Видно, что все-таки АВП это... Может быть даже и его. Вполне очень неплохо падает. 3 в 2. Он снова промахивается. Так, ребята очень неаккуратно, когда на верхнем парапете наши бегают. Слишком открыто. Хорошо, Ио. Просто отлично. Вот надо убрать этот момент беготни, когда мы в большинстве договориться, кто что смотрит. И быть очень осторожным, потому что ИСК просто так не будет носиться, как дурочки. Да, а уж их индивидуальный стилл позволяет просто каждому там по минус 5 делать в каждом раунде. И не напрягаться особо при этом. На хайлайты. Так, что у нас тут, Далипан? В доме. А, ну тут отдача у ИСК. Все, все в доме. Ну, Локен. Тут, может, сейчас Хаус снова будет собирать отдачу. Нет, или не будет. Они, видимо, решили посидеть просто в доме, поговорить о чем-то. Я немного удивляет, почему Леша у нашего ЮСП. Неужели они поделились? Мне кажется, у него должен у тебя ВП, или что? А, нет. Нет, тут хоть с ЮСП. Вижу. Я вижу, и у Кучера ЮСП? Ну-ка. Нет, тут, а, у Кучера. Да, Кучера Нижнегорчика смотрит с ЮСП. Что-то как-то странно. Не хватило денег, наверное, на драпы. Наверное, да. Или, может, это какая-то фишечка. Они, зная, что сейчас будет слив, они решили не браться. Решили сделать хайлайт на ЮСП, потому что наимка, естественно, принять с тем, какие-то не проблема. Ну, это просто еще два ВП, и эти ребята, поэтому, может, они как раз-таки сливают, чтобы деньги были. Да, наверное, более логично. Ну, да, они же понимают, что отдача у СК в любом уж точно. И тут вся надежда на ганы. Ну, и, в принципе, это оправдывается. Ну, кстати, интересный такой продуманный момент, что они сливают именно до АВП и не закупаются ничем. Ну, сейчас посмотрим. Посмотрим за Кучером, посмотрим за Лексом, потому что, как раз они оба дают выграть с ВП, и сейчас, по-любому, не должны быть у них АВПшки. Ну-ка, где? Да, Лекс, пятая линия с ВП, и Кучер, да! Все так и есть. Красавчики! Кучер делает минус на сотке. Ой, Лекс! Красавчик! Отлично, как они отыграют свое ВП. Вот Ивил не видит... О, заметил хорошо зелень. Сидели опять стеночка под стеночкой, друг с другом. Остается один Форест. Ну, Патрик Линдрих у нас сейчас будет тащить раунд, почему-то сейчас его пропустили на пятую линию. Он сейчас смотрит в вышку. Замечает еще игрока на пятой линии. И где же у нас в Сталин Кантере хуч на пятом? Кучер... А, ну, все хорошо. Он прошел там под дым, по-моему. Ну, еще пока раскидывали хайей, давали инфу, быстренько прошел под пятый. Но потом уже инфа по нему была. Тем временем, счет уже 7-2. Что не может не радовать. Да, уже так становится более позитивно, более радостно. Очередная подсадочка в соточке. Да, Надежда умирает последним. Надежда умирает последним. Причем там кто-то есть на пятой линии. Алексей, конечно, залезет. Нет, фуф. Леша передумал, видимо, сразу почуял что-то неладное. Но он сейчас будет врываться прямо в аркаду в сотку. То есть, смотрите, близко никого нет, поэтому здесь, наверное, проблем уже не будет. Так, все, ИСК развалились. Да, карточный домик рухнул. Сейчас Алексей будет в шестой линии чекать сотку. Вот там уже никого нету. Вроде как. Или Танктона должен быть, по-моему, дельпан. Нет? Фейс. А, нет, Фейс контролит просто аркаду в сотке. Скалашом сидит и ждет с бомбы еще. Ну, у нас сейчас очень неплохо расположились по карте. Хоть и далековато друг от друга, но, в принципе, могут встретиться. Леш попадает в гитрайта. Тут еще лег сделать минус фейса. И, в общем-то, на ансоточке все очень хорошо. Эйвил встречается с зеленью. И все. Последний на зелень, инфа есть. Ну, тут все окей. Да, ребята, просто не дали сделать сплит. Сейчас, мне кажется, ИСК начинает понимать, что, в общем-то, все будет не так просто. Потому что, мне кажется, к ВП из грандов сейчас серьезно никто особо не относится. Потому что ребята действительно давно уже не показывали каких-то выдающихся результатов. И лично у меня при фразе ВП против ИСК вспоминается сразу матч где-то в 8-месячной давности, где ВП програли 1-16. Еще в очень старом составе. С Вовкиным, там, Фином и так далее. Но вот здесь сейчас у нас совершенно все по-другому. Лекс штампует фраги на деглах. Убивает пистолетики. Даже силы красиво пушают в голову. Но инфа есть. И думаю, что все проконтролится хорошо. Просто мне было немного интересного, что в него начали стрелять. Но моя обычная реакция, если я стою за стеночкой, в меня начинают стрелять, я сразу делаю стрель в другую сторону, чтобы меня перестали попадать. А он прям вышел на врагу. Видимо, почувствовал в себе уверенность, захотел сделать на халате Фореста. Что делает, а? Вот я же говорю, Форестом такой, что... Нет, не в этом раунде. 9-2. Не пищи. Что ты пищишь? В поддержке Вертус Прона. Так, искать сейчас неплохая закупочка. Неужели опять будет подстатка мин? Нет. Там подидах новый человек в сотке, да, с ВП. Есть, по-моему, Форест, а ВП, причем, это тоже не самое... Промахивается. Не самое частое явление. Обычно ВП там у Дельфана. У Дельфана? А, два ВП-зероров. Это очень интересно. Посмотрим, что у них получится. Выход на открытый плент. О, Гетрайтс так подпрыгнул, убил и ввело в голову. Ну вот, похоже, что доминирование ВП в этом раунде прекращается. 2 в 4. При всем уважении, конечно, к ребятам, здесь у них порядка что-то получится. И 9-3. Главное сейчас о нашем понятии, как сыграли противники, что против этого сделать. То есть, я бы на месте наших ребят не вставала тогда за плент, потому что уже с 220 отстреливает АВик. То есть, по линиям можно собраться на пятерке, на шестерке кучкой и отстрелить уже оттуда. Вот хуч увидеть бы ему сейчас вверх-низ, там двое делают, тем более подсадку. Да, там Делепан с МВП, великолепным, пытается кого-то найти. Ой-ой-ой, совсем не туда смотрит, не знает, что ребята уже слева. Вот, отлично замечает. Сотку почему никто не кроет? Ну что такое? Ну там Лекс с шестой линией должен был смотреть, он сейчас с подвышкой находится, заходит на вышку, залезает вернее с АВП. У нас, кстати, тоже 2 АВП, как обычно кучер Лекс. Все стандартно. А его смотрит зелень. Вот Форс запрыгает сотку и почему-то никто его не чекает. Лекс, ну же, слышал, должен был слышать топот на сотке. Замечает! Минус. Леша, не очень выгодно вылезать, потому что много терроров вышло, его могут быстро сбрыть. Ой, Ивил, отлично, убивает зелень. Разменивает Фреса. Да, Лекс очень вовремя вышел. Один-два. Все, последний Форест, инфа есть. Главное, вместе, ребята, сейчас сыграйте и все будет. Он тут далеко, очень хаос, сейчас куча с ним стреляется, нужно дождаться. Сейчас хаос с Зиги должен пожать, просто прямо дождаться и, ну, хаос. Ой, Форест, Форест, что делает? Ой, ставит бомбу, еще понимает, что враг на Зиге сейчас тут, просто, скорее всего, убьет, но... Обидно, такой раунд был. Кучер как-то странно сыграл, они оба знали, где враг, зачем на него лезть. Ой, прям злость. Ну, видимо, переоценили свои силы, думали, что сейчас просто затыкает его кучера, там, либо хаос, если даже придет, добьет. А в итоге нет, Форест, с ним шутки плохи и... Это не тот игрок, который может так расслабиться и играть против него. Так, что у нас? Троль выходит соточка. У наших ребят закупка, хуч минус 2. Эвил чекает зелень, должен сейчас не отдаться. Тут и гитрайт. Хуч минус хуч. Промахивающийся кучер. Хаос, отлично, поджал сверх-низу. Ну, хаос, а! Да. Справляет ситуацию, отлично. Так, ну что, последний раунд, пока ситуация очень даже хорошая. Даже если СК возьмут последний раунд, будет счет 10-5, что в любом случае вполне себе хорошо, да и для обеих команд. Ну вот, самое интересное, это будет первый раунд за вторую сторону и потом, как уже СК будут отыгрываться. Потому что, мне кажется, они при бомбе будут отыгрываться. И, конечно, не дай бог, но, скорее всего, так и будет. Ну, я бы сказала, все-таки, что с СК счет 10-5 не очень хорош. Надо максимум, максимум брать. Ну, по крайней мере, ребята хотя бы играют хорошо. То есть, тут уже надежды на хорошее выступление, они сбываются. Собираются террористы на Б. Тут хаос у нас на нижней горочке, на Чехе стоит с флешкой. Ой-ой-ой, минус 40 кп сразу. Хаосом. Ну, уже многие, трое, уже пришли на Б. Ну, тут она даже сейчас легся, оттягивается, он стоил, пожалуй, вверх-вниз. Мне кажется, должны сейчас контры понимать, что это будет аркада на... Закрытый плейн, да, заход есть. У-у-у, как же плохо встретил. Слепой, что ли, был под собакой. Да, 2 в 4, плохая ситуация. Тут уже, вряд ли что-то поможет. Эвил, 1 в 3. С М-кой. Эх. Ну, в общем, я бы сказала, что средненький счет. То есть, с него можно вытащить камбэк. Поэтому нашим сейчас очень страшно напрячься. Да, на ферсе было бы очень неплохо. Сейчас посмотрим, что было делать в ВП за терроров. Надеюсь, у них есть какие-нибудь заготовочки. Ну, по крайней мере, должны быть. Все-таки это Детрейн, это не Денюк вчерашний, который в ВП почти не играют. И надеюсь, что здесь все будет нормально. Кстати, заметьте, что пинги сегодня вполне лановские. То есть, уже играют на серверах. Ну, да, естественно. Ладно, что там боевые квалификации в нете. Но в переходе на DreamHack играть в интернете, это уже полный фейл. Поэтому, естественно, тут уже с серверами все нормально. Также просто перетаскивали свои компы. Там, видимо, в сетку обвинять их было геморно. И просто поэтому играли на чем получится. А здесь уже нормальная игровая зона. Компы и турнирные. И, естественно, все по серточке. Ну, все, пошли рестарты, первый раунд. Да, хэффан пишет Дельпан. Надеюсь, он повеселится. Надеюсь, что ВП ему такого удовольствия не доставит. Точно это надеюсь. Наши дропают и закупают себе спами. Причем Дигл у Кучера. И Диглами. Ну, мы прям тяжелая артиллерия. В бою. Трое зелень. Хучь сотка. И Эбил у нас верхниз. А тут поджим, жесткий, от СК. Верхниз. Ну, очень удачно, кстати, получилось, что наши пошли на зелень, а ребята противники близко занимают. Верх-низ. Ну, так-то да. Ну, посмотрим, что из этого получится. Это опасненький Робан. Ой, сразу дает в голову Леши. Почему при этом один выходит? Ой-ой-ой, полетели головы. Ну, не, ну, тут уже все. Что-то очень сложно будет сделать. Кучера в белой на зелени, хаоса минусует и первый раунд у нас будет за СК. Что-то я не поняла логики, почему Леша вышел один. С ним кто не вышел. Что-ли, он лифу собирал, но это не требуется. Надо было в 7. Да, получилось немножко как-то несуразное. И в итоге у нас сейчас будет камбэк от СК. Отдача ВВП полная 7-10. И тут 3 раунда разница, это уже, в общем-то, не преимущество. Так что, да, СК будут бороться до последнего и... Надеюсь, что ВВП тоже. Надеюсь, не до победного. Было бы да. Обидно. Так, с деньгами плохо, по-моему, не ставили. Еще одна отдача. Счет станет 8-10. Да, печальное, печальное. Так, давай, без уныния. Поддержим ребят. Без шанса встречают на Б. Да, Кучер еще пытался, чайно, поставить бомбу, но тут его взорвали. И, наконец-то, мы дождались АВП от Кучера. Калашики. У Лекса, наверное, Калаш тоже. Вряд ли в 2 ВП играет только РСК. Да, Калашик. Вот сейчас и у террористов, и у контр-террористов хорошие РСП. Посмотрите, как они... Нет, в наглую не очень пошли. Там выход сотки, плюс верхница, и сплит на Аплант. Кучер дает дым с... Верхница на... Дэппан очень опасный, сидит и прочекает. Ой, промахнулся. Вышка, есть АП. Вышку сбривают. Сейчас главное вместе отстрелить, не торопиться. Ну как же, фото есть, ну что такое? Сейчас Леша, Леша прорывает Аплант с зелени. Ай, упускает одного контра, а второго... Ой, печалька. Эх, Кучер, один в три. Остается он у нас около вышки. С бомбой, с АВП в руках. 18 хп, но тут тоже снова шанс. По минимуму, отличный минус. К сожалению, смотрит не туда. Нет никого на зигзаге, и на верхнизне никого нету. Фейс на открытом планете, и Форрест на кресте. Мда, печалька. Причем Кучер не подозревает в том, что оба контра прямо совершенно рядом, оба его смотрят, и да, раунд зельска. Да, очень обидно, что был такой размен, и потом просто... Ладно, одного сбрили, но второй не успел дожать. Диглы, диглы, АВП, попыточка взять раунд. Все дом, и сейчас... Ой, там сейчас на 9 игр будет жестко включать АВП. Или что у нас вверх-вниз? Нет, пошли наверх-вниз. Это, наверное, даже лучше, чем дом, но тут еще жестче. Робан, битрайд, без шансов. Робан, битрайд, без шансов. Так, на вижу, что оба первых террора пользуются своими респами, выходят через сотку, откинули хаешки, отошли им, никого не взорвали, к сожалению. Ни капли не покуцали, и перетяжка под дом. Лекция ставится контролить аркаду зелени, там, в общем-то, никого не будет. Ну, кстати, Далпан как раз-таки сидит на пятом вагоне, как мы ожидали, что кто-нибудь туда слезет. Ну, увы. ВП не чекают через подсадку. Хотя могли бы, а ВП есть у Кучера. Сейчас он пытается найти кого-то на девятке, а там на закрытом планете лишь один фейс. К нему там приходит Далепан сейчас помогать на третьей линии. Ну и смотрим. Сейчас Кучер будет пытаться выходить и отстреливать верхнюю горочку, там должен быть Далепан. Да-да-да, он смотрит в верхнюю горку, Кучер дал смог, и смотрит-смотрит, ну же. А, нет, это у меня видно через дым, у него там будет видно гораздо хуже. Так что, пока у нас... Далепан увидел, но промахнулся. Отлично, Кучер делает размен. Есть инфа по второму. Ну, здесь еще двое террор... Ил, дает голову. Причем, быстрее притяжка под открытый план, тут Лекс вместе с Хаосом выходит, проходит уже в спину. О, должны найти на вышке. Хорошо. Ну все, Робан, 1 в 2, неужели сейчас снова контроль потащит, а? Не торопиться, не торопиться, ребята, разыгрывайте. Найдите его, пожалуйста. Ну же, один в один Кучер с бомбу ходит на закрытый плент с АВП. Фуф. Ну, Робан прочитает, бежит уже за ним. О, главное, чтоб он поднялся после постановки бомбы и увидел. Ну же, миль не подведи, ну как же так, а? Робан. 11-10 в пользу СК Гейминг. Очень обидно, уже два шанса было взять раунд. Могли бы сделать, и вот за гейминг все заканчивается плачевно. Но игра еще не закончена, потому что он не падаем духом, тем более у наших закупочка, деньги есть. Снова АВП у Кучера. Леша у нас на зелени один с Глашом. И все остальные у нас в доме. Смотрится девяточка, где у нас никого нету контроль. Один только фейс поджимает нижнюю горку. Ну, у нас сейчас делают похоже примерно. О, как Форест изобревает. Хаос что-то странное делал. Там на верхнизе я не успела заметить. Снова раскрытия Сокрытого Плэнта. Сейчас Кучеру надо выходить, делать минус СВП, потому что по Дальпану инфа есть что он... Ой, промах, обидно. Сейчас мог бы сбрить бы Дальпана на третьей линии. Но в итоге... А выход застопрился. Наши ребята уже... Вот Эвил пытается в одиночке что-то сделать на Сокрытой Плэнте с четырьмя ХП. Его по-любому сейчас минус нут. Ему помогает Хуч. Хуч, кстати, уже прошел. Пошли к Катериспу. А контры на открытом Плэнте даже еще... Тут только сейчас начали оттягиваться. Очень медленно у них перетяжка. И 3 в 4. Ну, неужели и сейчас отдадут, а? Я уже просто готов к еще одному проигранному раунду. Надеюсь, что этого не будет. Хуч из хорошей позиции. Его никто здесь не прочекает, я думаю. Да! Хуч заныкался на второй линии. Убил одного, ну и Форрест, пожалуйста, умри. Форрест, ну... Где мой валидол? Валидольчик у меня. Так, ладно, 11-11. ВП взяли раунд. Это уже позитивно. Моя вера немножечко воспряла. И смотрим, что буду делать в ВП. Так, соточка, плюс дом. Раскидочка и перетяжка под дом. Надо уже разобраться с ребятам с верх-низом, потому что там постоянно близко занимают. И... Под раскидочку выходить. Просто смотрю сейчас за Хаусом, который второй раунд подряд туда идет. И встретиться с Форрестом, наверное. Да, Форрест сидит на ячке, ждет его. И тут, скорее всего, судя по тому, как Форрест уверенно сидит, тут, скорее всего, будет минус от Форреста. А тем временем наши ребята делают... Проходят перемычку на закрытый плент. Примерно то же самое, что в двух предыдущих раундах. Да, но сейчас здесь есть Дельпан на верхней горке. Он смотрит прямо на выход и, скорее всего... Да, Кучер сейчас получит в лоб. Да, причем Дельпан стоит прямо около стенки. Нет, дает дым. Сейчас Дельпан простреливает. Ой, Кучер, красавчик! Ну, Кучер просто своими вожжами надавал Дельпану. Есть инфа, где находится Фейс. Хорошо! Должна быть инфа по Гитрайту. Да, инфа-то есть, только его отпускают. Спокойно лазать под вагоном. Могли бы вы уже попробуйте минус-нуки прострелить. Зажим! Слепые ребята наши. Ой, сзади, сзади идет! Как обидно. Не увидел еще. Один в три. Инфа по Форресту есть, но сейчас Форрест будет отыгрывать на полную. Я думаю... Ну же, один в один, пожалуйста, Алексей К, да! Хорошо, отлично! Двенадцать-одиннадцать. Фух! Так, ну это уже очень интересно. Четыре раунда до победы. СК на один раунд побольше. И я напоминаю, что играют с однокарты. Это групповая стадия. Бест оф один. Возможно, ничья. Я сейчас возмущена, почему у СК до сих пор есть деньги. Ну, богачи, Европа что-то хотела. Это же не Россия. Ну, вот если сейчас проиграют... Не зацикливаться на одном и том же раунде. Сделать какую-нибудь перестроечку. Потому что СК уже тоже перестроились. Ну, там Дальпан сейчас ушел на закрытый плоент на девятке, наконец-то. Вот раньше у нас в СРМе 4-9 никого не было. А теперь Дальпан спалился, уходит. Да, спалился. Ну, тем не менее, контры практически в 4А играют. Ну, со мной, я смотрю, наши на Б собираются. А нет, делали какую-то разводочку, просто пытались занять перемычку. Тут Форест в жесткой аркаде на сотке. Боюсь, что если к нему кто-то выйдет, то получит сразу в лоб. К счастью, к нему пока никто не собирается. Ну, это перетяжечка на зелье. В принципе, неплохая задумка, потому что контры держат близко, и наши могут удачно выйти. Ну, я вижу, что Фейс перетягивается на зигзаг, уже сейчас 4А будет. И смотрим за Робаном, он смотрит зелень прямо в упоре на выход. Ух, Форест находит хуча. Ой, Робан белый, совершенно. Сейчас было бы очень неплохо ему минуснуть. Ну, в итоге, просто у нас ВФ проходит на плент. Тешечка, повернись налево, спина, спина. Боже. Два в 4. 1 в 4, смотрим за кучером. Нет, кучера давно уже контролили, и мне давали просто выйти. Так, снова моя надежда падает. Надя, поднимайся, пора тащить. Перестань, перестань это делать. Спокойно, все под контролем. Так, только вот с деньгами у нас все совершенно не под контролем, глотим. Так что сейчас игра подходит к завершающей своей стадии. И пока это будет в пользу ИСК. 13-12 будет. Я думаю, на закупочке неплохо сделать бы быстрый ран какой-то попытаться все-таки, но поаккуратнее, в отличие от предыдущих. У них быстрые очень даже получаются, но после размены уже как-то что-то странное происходит. то ли не могут договориться, то ли непонятно. Заходим на закрытый плейнт Глоки. Тут фейс сбривает. Куча вообще его не заботит, он решил поставить бомбу. Зря. Вот уже сбрили. И 13-12. Ну вот, закупка есть, респы есть. Давайте подслушаем Полину. И сыграем быстро. Так, Клекс зелень. Трое зелень, куч сотка и кучер вверх-вниз. То есть такой сплит через все направления. Робан, как обычно, занимает в упоре вверх-вниз. Кучер хорошо. Кучер в личную. Ну, зелень сейчас жестко встречают. Это пятая линия. Ну, тут... Ну, главное, вместе-вместе. А вот сейчас нужно отстреливать. Не бегать. Ой. Просто отстреливать и ждать. Так, предлагал Холл ТВ. И в итоге у нас фейс 1 в 3. На четвертой линии. Тоже аплодирую. Просто, ребята, молодцы. Ивил немного поторопился сначала. А все остальные отстреливали. Вот так вот и нужно играть. Ну, видишь, тебя послушали. Сделали фаст без всякого холда по 40 секунд. Ну, Ивил какой-то непослушный мальчик. Надо будет его наказать. Потом мы, кстати, накажем Мишу. Ну, а пока у нас 13. Алексей Као у нас зелень. Нет, он ныкается у нас с осенним ящиком. Похоже, что у нас снова Холл ТВ на 40 секунд в доме. Пять встреч, я сейчас душатская эта встреча на верх-низе. Причем, заметили, и наши, и не наши делают просто одно и то же с этим верх-низом. К этому раунд делают постоянно на Б одинаковый. Причем, насколько я помню, последние разы, что они его делали, у них получалось так, не очень. Там, конечно, Кучер неплохо делал первый минус против Дельпана, а потом как-то все проваливалось. Но, посмотрим, может быть, этот раунд будет исключением. Вот у нас раскидочка нижнего плента, нижней горочки, вернее. Тут уже пришел Гитрайт охлоповать Зиге. Фейс слепой, вот сейчас... Ой, не увидели его. Опасно он сидит. Дымом. Ну же, кто-то на собаке был. Тут Кучер еще не подключается к своим АВП, тут дымом, он пытается кого-то выцепить, и в итоге просто стоит, стоит на девятке и никого не видит. А тем временем его тиммейт минусует, 5 в 2, и... Скорее всего, минус раунд. Да, Фейс уже заходит в спину, по-моему, или где он там? Да, в спину. Леша! Один в три. Но у него мало хп, я думаю, шансов нету. Три хп, прямо на трех человек. Поэтому хп на каждого. Ну тут, да, тут Гитрайт с этого поля, тут не убить будет очень сложно. Ну, тем более, время подходит к концу, и четырех раунд за ИСК. Ну, опять, я не видела логики в этом раунде, который наши ребята исполняли. Можно подумать, что они пытались сделать какой-то развод. Но, скорее всего, это просто была ошибка в том, что они вышли там всего вдвоем. Один на верхнизе, один в сотке, другой девятку контролю. В общем, вышли всего двое на Б, и там, конечно, их встретили, потом по одному отстрелили. Так, ну я вижу, что у нас даются дропы. Раунд будет браться. Надеюсь, что сейчас что-нибудь тоже ребята придумают фастом. Дигл еще и... Ну, Лекса Глок. А, Лекса Калаш. Нет, нормальная закупка, да, у всех хватило денег. Прострелили сейчас Робана, где-то на четвертой линии. И ВП у нас сейчас так активно действует в доме. Правда, тут их встречает Дальпан под собакой с ВП. Ну, что-то понравилось им ходить на закрытый плент. Почему-то. Неплохо бы какой-нибудь развод сделать. Но не прям прут танком на это Б. А вот сейчас, похоже. А вот сейчас, похоже, они все-таки выходят. И поджимают нижний. Главное, встретят. Да, выбегающих. Отлично. Хорошо. Ох, Дальпан промахивается. Его косат немножко. Нужно убивать Дальпана. Эвил хорош с диглом. 2 в 4 минус. Ну, все. Если сейчас Форус потачит, я не знаю, что будет. Форус у нас на зиге. Я просто закрою компьютер, уйду плакать. Я тоже закрою все. Стрим, короче, завершим. Пойдем гулять. Не, ну, тут, конечно, уже Форус не пойдет. Он остался у нас контролить зигу. Минус и сейф. 14-14. Фуф. Ну, вот прям как по заказу делают очень жесткую игру. Ребята радуют то, что они перестраивают игру. Они решили не просто выйти, что-то там побегать, подстреливать. Они решили прожать нижний. И контры не ожидали. Просто я очень довольна тем, что ребята вовремя могут сообразить и исправить ситуацию. Причем особенно будет интересно потом посмотреть видюшки с лайвом. Наверняка через часик они уже будут готовы. Может быть их в эфир поставить и посмотреть, что творится сейчас у наших ребят там в команде. Так, что там с закупочкой у контрол должно быть плоховато. Так, Фомас. Дигл. Эмка. Эмка и... Еще что-то. Ну, в общем, так, средненько. Два дигла. Сейчас нам нужно сыграть только вместе, только на размены. Потому что наши наверняка понимают, что сейчас плохой закуп. Ну, СК продолжают как-то близко держать выход. Ой, зелень вообще пустая. Вот как бы сейчас... Давайте я вам флюиды посылаю, чтобы вы пошли на зелень. Хватит ходить. Нет, нет, Робан пошел на зелень с диглом. Хотя вот снова отошел. Да, откинул дым. Отошел. Прям тянет наших ребят на Б. Зачем? Я просто не понимаю. Ну, да, вроде получать. Кажется, что все хорошо, но... Ну, на самом деле, если бы они сейчас пошли на открытую, мне кажется, там их жестко. Робан бы встретился с центра с диглом. Он там в горе стоит. Так что, может быть, это не самый плохой вариант. Главное сейчас выйти и уже... Ну, видишь, уже притяжечка. Сейчас будет быстро у Робана. Хотя нет, он бегает туда-сюда. В общем, опять повторяют раунд. Эх. Ну, все, сейчас уже все на Б будут. Сейчас Леша делает раскидочку на зелень. Делает вид, что наш выходит по зелени. Я сейчас остальные должны выйти на закрытый плент. Отлично. Ну, да, хорошо пошел развод. Да, причем классно, классно. СК, видимо, нервничает раз... Агрится всего лишь на одного раскидывающего. Ну, все, Робан... Нет, хотя нет, Робан 1-4. С Калашом. Ой, красавчик. 15-14 польза в ВП. Да, Леша там раскинул дефолтные флешки на зелень. Естественно, кто-то сразу подумал, что это будет выход через зелень. А тяжкочка и прям красота. Вот сейчас повторить в плане играть вместе. Сейчас закупки вообще нет. Но правда... Диглы, просто диглы выискают. Диглы, самое опасное, блядь, оружие. Это точно. Причем диглы в руках СК, это еще, мне кажется, опаснее. Так, у нас что, у нас раскидка с лодочки. Неужели будет, наконец, открытый план нормально выходить? Не, они просто взрывают шестую линию. Жаль, что никого не взорвали. Там Робан бежал-бежал, но буквально... Кинули бы, конечно, через 2 секунды, взорвали бы Робан. Пока ждут поджимов. Могу угадать, что сейчас мы пойдем на Б. Ну да, тут медом намазано где-то, похоже на закрытом планете. Так и тянет. Дигла на нижнем смотрит. Ну вряд ли, Фэйш, отлично, отогнали прям. Я довольна, я так счастливая сейчас вижу. Что они просто так бегают, а договариваются. Ну, сейчас, как бы, раунд взять, чтобы покорадоваться. Четверо на Б. Ну, они уже понимают, что ВП тут просто... Да, видимо, они тут медом и намазали. И вот сейчас Форус у нас будет врываться на девятку с Диглом. А, Е, Флэш, выйти, отстреливать. Форус, Дигл, Эйвил, размен, Гитрай, Гитрай, что делает? Гитрай, нет, Кучер, хорошо, 2 в 2. Собраться сейчас и вместе сыграть, пожалуйста. Так, Далипан, третья линия, Робан, Зига. Алексей Ка у нас на девятке и Кучер с ВП. Причем видно, что как-то немножко боятся. Так, ну вообще хорошо, нужно просто убить Дальпана, который под фейком. Сейчас Дальпан тут может 2 минус просто с Дигла повесить и все, как Гитрай. Да, главное упасть и все прочекать, все прочекать. Инфа есть, топнули. Сейчас Робан придет. Леша, Леша не чекает. Бомба, ну Леша, про справа, справа. Вот он, замечает, да, минус Дальпан. Хорошо. 1-2, Робан, на Зиге, с Диглом, 100 хп. Никто бы не чекает и сейчас Робан, ой, Робан проникает под собаку. Дигл, голова, 1 в 1. Отлично. Фуф, джи-джи. ВП побеждает с минимальным преимуществом, 16-14. Надеюсь, что те 4 тысячи человек, которые нас смотрят, тоже этому рады. Так, ну все, нас ожидает игра ESC против Virtus.pro. Начнется она буквально минут через 5, я думаю, через 10. Да, я тоже рад. Могу даже показать свое довольное лицо. Ну, как бы мы не были рады сейчас, это только начало. Нужно брать уже как минимум хотя бы еще одну игру. Как бы просто не получилось, как со сборной России по футболу. Чтоб первую взяли. И не вспоминали. Все равно очень приятно, что наказали ESC, а это дорогого стоит. Как мне кажется. Ну, я повторю, что нужно играть и выиграть других, потому что если они проиграют остальным, то этот выигрыш быстро забудется. Посмотрим. Она остается 5 минут до матча. Думаю, можно сделать небольшой перерывчик. Пойти, расслабиться, немножечко хряпнуть. Вдохнуть. Валидольщик, да, валидольщик. Ну, естественно. Естественно, валидольщик. Вот. Потому что прям действительно сердце выпрыгает из груди. И надеюсь, что сегодня в ВП все будет хорошо. Такс, пока как раз я включу вам сейчас на паузе интервьюшку с Хаосом. Вчера.